Этот торт без выпечки получился ну очень вкусным и быстрым в приготовлении. По вкусу он напоминает как всеми любимое мороженое пломбир. Торт получился нежный и очень пропитанный. Готовится он всего лишь 15 минут и никакой возни с духовкой. Всем привет! Вы на канале вкусные рецепты. И чтобы не потерять этот рецепт, обязательно подпишитесь на наш канал, делитесь этим рецептом с друзьями и конечно же комментируйте и ставьте пальчики вверх. Сперва мы приготовим крем. В кастрюльку разбиваю 2 яйца, сюда же добавляю сахар и ванильный сахар. Также добавляем сметану и крахмал. Все перемешаем венчиком до однородности. Отправляем нашу кастрюльку на огонь и обязательно перемешиваем, чтобы в процессе варки наш крем не подгорел и не образовались комочки. На медленном огне крем варится примерно 5-6 минут. Когда крем начнет булькать, дайте ему покипеть еще примерно пару минут, тогда в креме не будет привкуса крахмала. Не забываем помешивать наш крем, чтобы он не подгорел. Крем хорошо загустел и он готов. Снимаем его с огня. В горячий крем добавляем масло. Хорошо размешиваем и даем ему остыть до комнатной температуры. Вот такой крем у нас получился. А пока крем остывает, приготовим коржи. В миску добавим муку и сахар и хорошо перемешаем. В мучную смесь добавим половину заявленного масла. И будем вот так протирать его руками до образования крошки. Добавляю вторую часть масла и также протираю руками. Весь процесс создания крошки занимает не более 2-3 минут. В итоге у нас получается вот такая вот песочная крошка. Вы не поверите, но это и есть наши будущие коржи для торта. Но для того, чтобы наша крошка превратилась в корж, в сухую разогретую сковороду высыпаем нашу крошку и обжариваем ее до золотистого румяного цвета. Обжариваться наша крошка будет примерно 5-7 минут. В процессе обжаривания крошки масло начнет таять и получится вот такая вот комковатая масса. Но мы ее обжариваем дальше до золотистого цвета. В итоге у нас получается вот такая красивая румяная крошка. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайки, делись со своими друзьями. Ну а теперь начнем собирать наш торт. На дно форме высыпем часть песочной крошки. Субтитры делал DimaTorzok Сверху кладу крем И разравниваю его ложкой. Снова слой песочной крошки и опять же слой крема. Субтитры делал DimaTorzok в одну из прослойку крема я добавила немного банана ну а вы конечно можете добавить другие любые фрукты на ваше усмотрение на ваш вкус сверху их также засыпаю крошкой а наш последний слой торта готов его теперь мы немножко придавим ложкой наш торт готов и теперь мы его накроем пищевой пленкой и уберем на ночь в холодильник вот такой красивый многослойный торт у нас получился тортик можно украсить по желанию и на ваш вкус я украшаю его клубникой и белым шоколадом и и вот и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...